Деда Мороз Ты Деда Мороз ждёшь? Улёшка, ну ждать можно много. А давай мы сегодня с тобой сами отправимся к Деду Морозу. Давай. Давай. Так, ну дорога будет к нему далека, потому что где живёт Дед Мороз? Не знаю. Что он любит? Жару или холод? Холод. Конечно. А где у нас холодно на земле? Вспоминай. Там, где живут пингвины в Антарктиде, да? И на Северном полюсе. Улёшка. А где же наш Дед Мороз живёт? Там, где пингвины? Или там, где северные олени и белые медведи? Ну, он на оленях летает просто. А, ну тогда, наверное, Северный полюс. Раз олени, значит, нам с тобой туда. Женя, смотри. Вот отсюда мы идём, видишь? Так. А вот сюда нам нужно свернуть? Нет, потому что там тупик. Правда? С тобой тупик. Не будем заходить. И вот так, вот так, вот так. Ой, Уля, только моя дорожка исчезает, которую я рисую. А ты, пожалуйста, свою нарисуй, так, чтобы не исчезала. Браво, браво, Ульяна! А, браво, браво! Вот это ты волшебница! Закрывай глаза, ночь! Происходит у нас с тобой телепортация. Ночь, ночь, ночь. Попадёт. Уля, открывай глазки! Уля, кто это? Это малёк. Ух ты, смотри, что он насобирал в свою волшебную коробочку. И как умело он это делал руками. Ты обратила внимание? Угу. Уля, а мы же с тобой тоже так умеем. Ручками. Такой быстрый зайка. Перескакивает с одной руки в другую. С одной на другую. Вот такой быстрый у нас зайка. А потом, помнишь, будем снежки такие круглые лепить. Работ вокруг ёлки круглый водить. Колечки разные. Ими будем ёлочку украшать. А потом, когда... А ещё мы будем морозы на окнах рисовать снежные узоры. Смотри, одна ручка рисует бесконечность. А вторая пальчики соединяет. С пальчиками играет. Вот так, умничка. Здорово, поменяли. Замечательно. А теперь вместе с нашей Танюшей. Быстро-быстро, Ника. А теперь вместе с одной иной. Ура. Нура. Ура. Ура. ? Ура. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тем более, Зайка очень любит длинную травку. Прекрасно. Давай, покажи ему Зайка. Кричи, Заяц! Дяля! Морковь, привет, Зайка! Посмотри, как вы видели, морковочку сделала. Зая, иди, я тебе морковку приготовила. Давай, давай, зови его. Заяц! Зайка! Ты что, уроки волшебства хочешь пропустить? Так, Аленка, теперь протягивай вот так Зайцу морковку, а Лиза забирает. И Зайц забрал. Так, вместе будем с Зайцем. Вот она, смотри. Уже твоя морковка у Зайца. Не пригодить волшебству с помощью букв будем учиться. Ага, Аленка, оказывается, волшебная палочка нам с тобой не пригодится, потому что мы волшебству будем с помощью букв учиться. Из букв мы будем составлять разные-разные слова. Да, Дед Мороз. Да, Дед Мороз. Соль в кино видалый. Вокруг меня что-то не мало, тоже. Аленка, а такое бывает? Чтобы Зайка летал, и все вокруг Зайки летало, тоже такое бывает? Да. А что же это за слово такое? Волшебство это невесомость называет. Невесомость. И в природе оно лишь в космосе встречает. И в природе невесомость, чтобы все летало. Только в космосе бывает. Все, что в космос попадает, сразу же свой вес теряет. Все, что в космос попадает, сразу же свой вес теряет. А что же попадало? Аленка! Аленка, а что мы еще с тобой можем увидеть в космосе? Можем увидеть самую большую звезду. Аленка, самая большая звезда – это Солнце. Видишь, вот оно, Солнце. И вокруг Солнца вращаются планеты. Самая первая планета и самая близкая к Солнцу называется Меркурий. Два Венера. Привет, Аленка! Это наша с тобой планета Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok На ракете, конечно. Чтобы ракету запускать, Алена, будем мы считать. Скажи, пожалуйста, это какая циферка? Это же... Это же... Один! А у тебя есть там циферка один? У тебя перед тобой сегодня магнитные циферки. Среди них один есть? Вот. Отлично. Один. За цифрой один идет цифра. Какая, Аленка, следующая? А у меня нет цифры два. Как это нет? Давай поищем. Может быть, все-таки есть? Вот, нашла, Оль. Отлично. За цифрой два. Следующая цифра какая у нас идет? Три. У меня есть три. Три. Отлично. Итак, Аленка, положи перед собой циферки. Один, два, три. Алена, ну чтобы наша ракета запустилась, нам нужно посчитать. Один, два, три. Вперед. Это мы улетели в космос. А чтобы вернуться нам назад, нам нужно посчитать обратно. Считаем обратно. Три, два, один. Пуск. Пуск. А теперь ты считаешь? А, три, два, один. Пуск. Летим, летим, летим. Мы возвращаемся обратно. Обратно к Дедушке Морозу. А, это мы с тобой в космосе бывали? А зайка говорит, я в космос не хочу. Потому что, а как вернуться обратно? Гравитация. Гравитация, Ариша. К земле притягивает эта сила. К земле притягивает эта сила. Сила гравитация. Чтобы нас в космос не уносило. Чтобы тебя, меня, маму, папу, бабушку и дедушку и все предметы вокруг нас в космос не уносило. И мы оставались на земле. Кровь. Я хочу. Вот это да. Мам, и динозаврай в космос, мам. Я хочу подать на них не знаю. Я хочу, чтобы лететь далеко в космос. Пожалуйста. Интересно, Арина, а какого друга загадает себе зайка? Ну, давай послушаем внимательно загадку его. Из трех комков он состоит. В голове ведро блестит. Ведрой орудует он. Кобка вместо ножиков через водку. Это Ариша. Из трех комков он состоит. На голове ведро стоит. Метлой орудует он ловко. Вместо носа морковка. Он в жаре растает. Снеговик. Конечно. Что же это? А ну давай смотри, какой помощник. Всем привет. С Новым годом. Это что за чудо, Юда? Снеговик совсем не тот. Не тот снеговик. Не мудрено. Ты же допустил ошибку. А как это? Снеговик. Смотри, Ариша, что написал зайка? Это какая вот эта буква в красном квадратике? Снеговик. Помнишь, мы с тобой, как калитка скрипит учили? Смотри, что зайка написал. Сни-го-вик. 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 Преподам тебе урок. Преподам тебе урок. Чтоб любое волшебство правильно работало. Чтоб любое волшебство, Ариша, правильно работало. Нужно грамотно писать. Важно грамотно писать. Ошибок не допускать. И ошибок не допускать. А зайка? Сни-го-вик. Сни-го-вик написал. Кать, а иначе будь здоров. Натворишь ты тут делов. Смотри, какой снеговик получился. А что у этого снеговика не так, Ариша? Ну, давай посмотрим на его голову. Не слишком она велика? Велика. Конечно. Самый большой ком должен у снеговика. Где стоять, Ариночка? Внизу. Внизу. А мы сейчас покажем зайке, как правильно вылепить снеговика. Давай. Для того, чтобы нам вылепить снеговика, нам нужно числа расставить по порядку. Ариша, какая самая первая циферка? Называй. Один. Она стоит на каком? Аришка, стоп, 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 не торопись. Цифра один ставит на каком цвете, Ариночка? Красный. На красный. Смотри. Ты нажимаешь, Ариша, на красный. И снег делаешь вот так раз. И получается, видишь, комок. Так, а теперь Оля передает тебе дистанционное управление. Так, принимай. После один следующая циферка какая у нас будет? Да, а я не буду. Да, давай, нажимай на оранжевый пальчиком. И вот второй ком. Видишь, второй ком чуть меньше, чем первый. Следующая какая цифра, Ариночка? Три. Нажимай. Так, третий ком. Нажимай на ком, на снежный ком. Нажимай на снежок. Вот, из этого снежка получилась голова. Следующая какая циферка? Четыре. Четыре. Давай, нажимай. Давай, 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 давай. Ну, давай посмотрим, что там будет. Давай. Четыре. Четыре. Цвет какой у нас был? Зеленый. Получились у нас что, Ариша? Носки и ножки. Ручки и ножки. Достаточно? Или еще нам нужно что-то? Нужно что-то. А что нам еще нужно для снеговика, Ариночка? Что нам еще? Носик. Носик. А следующая циферка какая у нас? Нески. Так, открывай. Пять. Следующая циферка пять. Так, на морковку нажимай. Это будет носик. Носик. Давай. На морковочку. На саму морковочку, Ариночка? Отлично. Поставила на место морковку. Следующая циферка какая? Отлично. Что мы нашли? Ведро. На голове одно. Так, и последняя циферка. За цифрой шесть. Какая идет цифра? После цифры шесть. Какая следующая цифра, Ариш? Момичка. Чего не хватает у нас? Глазки и ротик. Нажми на точечки, пожалуйста. Давай, 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 давай. На точечки нажимай вот так, Аришка. Какой отличный снеговик у тебя получился. Отлично, Арина. Здорово. Вот это да. Зайка. У нас такие обезьянные снеговик. Да, Зайка, ты видел, какой красивый у нас получился снеговик? Замечу. А у тебя смотри какой, вот он будет. Да. Так. Да-да, что с вами? Что-то не так? Конечно, не так. Мы уже показали, как нас. Из чего же состоит этот гость? Из чего сделан снеговик? Аришка. Сни-га. Из снега. Умничай. Сни-га. Смотри, Зайка написал И. Давай прочитаем, что здесь написано. С-ни-г. Сни-г. А мы же не говорим снег. Мы говорим снег. Зайка, ты всего лишь одну букву перепутал. Ну, смотри, какая перепутаница получилась. Правильно. Из снега. Поэтому и пишется снеговик. 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 Снеговик так важна. Будьте внимательны. Да, каждая буква важна. Теперь правильно. Теперь правильно. Что это вы тут делаете в Новый год-то? Мы так изучаем фанкшер. Но раскрасить Новый год может нам одно. Это точно. Ой, я ничего такого не загадывал и не писал. Честно. Кто тут? Да. Время нам с тобой играть? В игру, которая называется Светло-темно? И задание выполнять? Да. А ты справишься? Да. Будешь очень внимательная? Да. Конечно, я знаю. Зеркало. Да, зачем нам зеркало? Сосмотреть. Отлично. А теперь что подморозило? Валочка. А теперь что подморозило? Пиаминь. Смотри, Никусь, если как шкаф, то это пианино. А если как стол, видишь, это как стол, то это рояль. Рояль. Он выглядит как стол. Так, давай теперь что подморозило? А теперь что подморозило? А теперь что подморозило? Предметы назвали. Скажи, пожалуйста, ты их запомнила? Да. Закрывай глаза ночь. Хорошо, хорошо, закрывай. Открывай день. Что пропало? Зеркало, конечно, вот оно вернулось. Ника, внимательно, давай, 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 все предметы запомнила. Закрывай глаза ночь. Открывай день. Что пропало? Пошел. Что-что? Писела. Не, вот тут что-то стояло, а ну вспоминай. Нам еще пила нужна была, чтобы это изготовить. Лавочка. Лавочка, конечно, лавочка пропала. Ника, ты все предметы запомнила? Закрывай глаза ночь. Открывай день. Что пропало? Знаешь, если ты захочешь полететь, то ты сядешь... На вертолет. Вертолет, конечно. Ой, Уля, темно-темно. Уля, ты что-то заметила? Да. Что ты заметила, Уля? Что ничего не видно. Так, а еще? Буквы такие пропали. Буквы пропали. Интересно, а кто их забрал? Ты видела, кто их забрал? Да. Кто? Кто-то выключил святку. Кто забрал, Уля? Какая-то птица. Ай, какая ты внимательная. И я. Дедушка, зайка, Уля же вам все сказала. А вы что, не потеряли? Уля, мы видели? А ну, скажи им громко, а то они не расслышали. Упа! Что мы видели с тобой? Птичку какую-то. Птичку какую-то видели. Что она сделала? Забрала буквы. А ты в конце им отбрала буквы. Ну, забрала буквы. Ох ты! Волшебных букв не хватает. Не хватает. А может, что я их была? Да, была-была. Она сказала мне, что это была сорока. Видел я, как она под окном подслушивала. Ох, неспроста сорока буквы своровала. Как бы чего дурного не наколдовала. Испортить детям Новый год не первый раз пытается. Уж мы-то знаем, для кого она старается. Это вместо зимы? Где же это видом? Уля, а может быть так, чтобы вместо зимы наступило лето? Может? Ну, лето мостинга всегда стоит. Конечно. У природы свой порядок. У природы есть порядок. Нельзя его вот так менять. Нельзя менять. Животным и растениям зима нужна, чтобы отдыхать. Животным и растениям зима нужна, чтобы отдыхать. Ведь далеко не каждый сможет весь год на солнце пребывать. Не каждый может весь год на солнце пребывать. А как же Новый год без зимы начнется? Сладейки этой должны мы непременно помешать, иначе всем беды не миновать. Саяц, снеговик, время даром не теряйте, в погоню срочно отправляйтесь. Эй, сейчас мы ее поймаем. На всякий случай. Внучата, понадобится и ваша помощь. Уля, нужна наша помощь. Мы смелые, смешные, помощники мои с вас могут не справиться. А мы поможем, правда, Уля? И мы отправимся. Превращу я вас в светлячком, чтобы вы летали и будь ребятам освещенными. Улюшка, ты будешь светлячком. Смотри, как ты смотришься, Уля. Это от тебя. А чтоб легко управляться полетом, руки как крылья, ну... Руки как крылья. И не лениться, за мной повторяй. Конечно, но мы сейчас, дедушка, еще поучимся летать. Летать, как в небе самолет. Уля, вставай со стульчика. Готово? Самолет. Пилот. Сорвало ловко утром, коврогает. Место облаков летает. И еще быстрее. Еще быстрее, Ника! А самолет, и-то пилот. Сорвало ловко утром, коврогает. И никто облаков летает. Под самолетом, то гора. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Молодец. Отлично. Он приехал. Так, Дэнка, хватай, хватай наши буквы, хватай. Сорока вернулась. Аленка, давай ее отвлекать. Скажи, там у тебя белый листочек есть? Сорока может зайке помешать. Ариша, давай сороку прогонять, чтобы она не помешала нашему зайке. У тебя там есть белый листик бумаги, есть? Да. Да, давай. Знаешь, во что мы превратим? В снежку, Ариша. Сомнем его в снежку. Вот так, вот так, вот так. Смяли, смяли, смяли. Хорошая снежка. Смотри у нас. Раз, подбросим и поймаем. Оп, фокус-покус. Оп, молодец. Подбросили, поймали. Молодец. Подбросили, поймали. А еще можно с мамой в снежки поиграть. Бросай маме снежку. А мама Аришу. Давай еще. Так, отлично. Ну а теперь, Ариша, мы потренировались. Теперь бросаем сороку. Приготовилась? Приготовилась? На старт. Внимание. Фли. Бросай. Бросай, бросай, бросай в сороку. Так. Еще приготовься. Друзей надо выручать. Друзей нужно выручать. Хватай ее, хватай. Бросай в сороку. Бросай, Ариша. Бросай, бросай. Она унесит в нашу... Ой, молодец. Какая ты меткая. Держись, дружище. Твое волшебство мы обратили вспять. Ведь пока мы с тобой сороку отвлекали, Зайка успел все буквы собрать. Снежная зима приходит к нам опять. Ура! Мы сделали это, Ариша! И как спасли из снега река, какие мы молодцы! 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 Ариша, а давай попробуем понять, А чего эта сорока такая была вредная? Почему она хотела, Лето? Как ты думаешь? Потому что она не хочет спать. Ну, ты знаешь, Ариша, может, конечно, и не хочет спать. Ну, птичкам же, им зимой сложно, правда? Потому что зернышек нету. Ягодок нету. Насекомые спят. А чтобы больше сорока наша не вредничала, Как ты думаешь, что нужно делать? Может, заботиться о птицах, да? Да, заботиться нужно. Ну что, давай возвращаться к дедушке. А теперь нужно буквы обратно доставить. Заяц, ты знаешь слово, чтобы нас побыстрее в терем отправить? Знаю! Я недавно это изучал. Изменение координат объектов, то есть нас, из одной тачки в другую, из леса прямо к Деду Морозу. Телепортация! Телепортация! Перемещение в пространстве! Переместились! И возле дедушки опять очутились. Ой, да молодцы! Ничуть не сомневался, что справитесь. Спасибо, внучата, мои дорогие. Вы вместе и Новый год спасли, И всех от бед уберегли. Ведь каждому сезону время свое. Так уж в природе заведено. Если зимой вдруг лето настанет, Лед на речке быстро растает, И все живое вокруг пострадает. Поэтому зимой пусть будет зима, А летом лето. Точно, Заяц. Много чудес на свете бывает. Нас волшебство каждый день окружает. Природа нам дарит свои чудеса. Природа дарит свои чудеса. Наука поможет покорять небеса. А знание поможет покорять небеса. Наука. Ваша фантазия и воображение. Фантазия. Это тоже волшебные творения. И воображение. Их сила поможет везде. И добрые слова. Ну что ж, спасибо, дедушка Марвоз. Хорошую сказку ты нам сегодня принес. Вот так. Оказывается, нам не нужны волшебники, Потому что мы сами можем быть волшебниками. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...